Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! В сегодняшнем выпуске выходного дня одеяло на себя старательно попыталось перетянуть PlayStation Showcase. Что неудивительно, там и вправду было показано несколько любопытных проектов. О них обязательно упомянем. Однако, мы постарались разбавить всё это великолепие чем-то ещё, и, как по мне, удалось довольно насыщенно и разнообразно. Судите сами, тут у нас новые шокирующие подробности о Смуте, трейлер Миража, печальная правда о Star Wars, который ремейк, и обнадёживающая о Prince of Persia The Sands of Time ремейк. И это, как водится, далеко даже не всё. Так что смело готовьте горячий чай и ваши любимые кулинарные изыски. Обещаем, скучно не будет. Sony Interactive Entertainment показала Project Q, грядущее портативное игровое устройство, которое должно работать следующим образом. Геймплей с PlayStation 5 будет транслироваться на экран приставки при помощи Wi-Fi, задействуя функцию Remote Play. Устройство снабжено 8-юймовым Full HD экраном, а дизайн спроектирован таким образом, что две его боковые части схожи с контроллером DualSense. Дата выхода и цена пока не названы, также сообщается, что Project Q название кодовое и, скорее всего, будет изменено. Помимо прочего, компания также анонсировала и беспроводные наушники-вкладыши для PlayStation 5, ПК и смартфонов, призванные обеспечить придирчивым аудиофилам аудиопогружение нового поколения. А что же происходило в преддверии шоу компании Sony? Там разработчики студии Insomniac вдруг вспомнили о проекте Sunset Overdrive, разудалом юморном шутере от разработчиков Человека-паука, что был выпущен в 2014 году в тогдашнем партнерстве с Microsoft. В те далекие времена, несмотря на крайне теплый прием от геймеров, разработчикам не дали добро на разработку продолжения и ООН ее пришлось отложить в долгий ящик, хоть и вроде как не забыть насовсем. Многим позже студия Sony приобрела права на торговую марку Sunset Overdrive, а затем директор Insomniac Games сообщил о больших планах на эту вселенную. То было не далее, как в позапрошлом году. И вот на днях авторы опубликовали пост с изображением из игры, снабдив его под Просто еще один день в Sunset City, подогрев тем самым ожидания игроков. Примечательно, что это случилось накануне PlayStation Showcase. Пока, в общем, никакой официальной информации о сиквеле нет, однако еще не вечер. Обязательно будем следить за обновлениями в Стане Insomniac, и, конечно, дадим знать, если там что-нибудь интересное сообщат или покажут. А у ремейка популярного Star Wars Котор, похоже, проблемы куда серьезней. Игра может и вовсе не выйти в свет, потому как с разработкой творится натуральный хаос. Новые разработчики из Cyber Interactive уже два года хранят гробовое молчание касаемо проекта. А известный инсайдер Jeff Grubb уверен, что даже многострадальный ремейк «Принца Персии» от Ubisoft выйдет раньше которого. Хотя в работе над тем еще даже и конь не валялся. Сообщается, что студия Sony не впечатлилась показанным разработчиками фрагментов, отметив неудовлетворительную по их меркам графику и недостаточную кинематографичность. Такие сообщения отнюдь не вселяют оптимизма, но дают понять, насколько все похоже грустно и печально. Студия анонсируют ремейки и продолжение культовых игр и зачастую просто не вывозят их разработку, увязнув производственному моду отчасти из-за банального непонимания, какой должна быть обновленная игра, а также переоценки своих возможностей. Они редко и из-за неграмотного эффективного менеджмента, как это нынче зовется. Хоть бить тревогу раньше времени, пожалуй, опрометчиво. Инсайдеры нередко тоже ошибаются, но тенденция однозначно вызывает некоторую обеспокоенность. Будем надеяться, что ремейк лучшей ролевки по далекой-далекой галактике скорее жив и, хоть неспешно, но делается. А авторы решили залечь на дно по каким-то иным причинам. А вот и новости о Принцов Персия The Sands of Time ремейк, легок, что называется, на помине. Игра в свое время получила довольно кринжовый трейлер, поднявший фанатов на уши в отнюдь нехорошем смысле. Последствия оказались плачевными, игру передали другой студии. Очевидно, что перенесли на неопределенный срок и обещали основательно переделать, а потом под шумок запихнули в долгий ящик и как бы вообще не отменили. Хотя официальных новостей об отмене, конечно, не поступало. На данный момент известно, что разработка кое-как движется, над игрой корпеет Ubisoft Montreal. Опытная студия, многократно трудившаяся над флагманскими частями Ассасина. Разработчики активно задействуют оригинальную игровую документацию, что было написано в начале нулевых при работе над песками времени. Потому как ремейк планируют сделать максимально аутентичным, но без вынужденных ограничений, что возникали перед авторами тогда. Однако проект совершенно точно не стоит ждать на ближайших игровых выставках, включая и собственное шоу издателя Ubisoft Forward, так как демонстрировать-то пока собственно и нечего. Так что придется довольствоваться геймплеем миража, а принца студия покажет как-нибудь потом. Разработчики-ветераны, являющиеся выходцами из компании DICE, авторов серии Battlefield, создали новую студию, она называется TTK Games, ну или Time to Kill Games, если хотите. Студия расположилась в Стокгольме и, по сведениям от самих сотрудников, получила приличное финансирование для бизнеса и творческую свободу для реализации задуманных идей, коих накопилось уже достаточно. Название компании отсылает к основной направленности игр, на которой специализируются разрабы. Так, Ларса Густавсона называют мистером Battlefield. Он работал над знаменитой серией свыше 20 лет. Кто-то из сотрудников ранее отвечал за дизайн мира, а другие работали над движком Frostbite. Разработчики всецело убеждены, что для новой студии название Time to Kill подходит идеально, так как этот термин в полной мере передает тот способ, что люди используют повсеместно, проводя время за игрой. Он идеально передает нужную динамику. На данный момент студия уже работает над первой игрой, и известно, что это будет сетевой шутер следующего поколения. На сей счет мы как-то даже и не удивлены. Второй сезон успешно стартовавшего сериала Arkane был анонсирован еще два года назад. Создание продолжения началось относительно поздно, ввиду того, что сами авторы не ожидали такого оглушительного успеха. Однако на протяжении продолжительного времени каких-либо значимых новостей о втором сезоне было преступно мало. И вот, шоураннер проекта Кристофер Линке решил вдруг подогреть любопытство поклонников. Он опубликовал сообщение в Твиттере, в котором сообщил, что саундтрек второго сезона Arkane — это что-то совершенно исключительное. Ну, интригует, что тут скажешь? По крайней мере, ясно, что работа над музыкой активно ведется, а значит, шоу все в полном порядке. Тут, наверное, стоит напомнить, что композиция Enemy, прозвучавшая в первом сезоне шоу в исполнении Imagine Dragons и J.I.D., оказалась довольно популярной, а потому зрители вполне логично ожидают не меньшую планку качества музыки и в продолжение проекта. Дата выхода второго сезона Arkane довольно расплывчата, а ожидается, что она выйдет не раньше следующего года. Коллекционирование чего бы то ни было дело довольно тонкое, и порой стоимость редких образчиков разных предметов достигает бешеных высот. На то, вероятно, рассчитывает и обладатель интересной копии GTA V. Так, геймер под ником DemCanadian предполагает, что попавшее ему в руки бракованное издание популярного экшена представляет огромную коллекционную ценность, ведь его обложка отличается от привычной. Заводской брак переместил лого компании Rockstar выше логотипа PlayStation 4, а название игры оказалось композиционно в самом низу. Неизвестно, насколько догадки геймера окажутся близкими к истине, однако если это так, то в скором времени в стане поклонников великого автоугонщика может стать на одного миллионера больше. Assassin's Creed Mirage все-таки существует, теперь это официально известно. Ведь Ubisoft наконец-то показала геймплейный трейлер игры. Как будто бы и восьми месяцев не прошло с момента релиза CGI-трейлера. Тогда разработчики не показали нам ни кадра реального геймплея, зато открыли предзаказы на игру. Видео будто всеми силами пытается доказать то, что игра возвращается к своим истокам. Будет много сложной архитектуры, паркура, скрытых убийств и, что самое главное, в игре будут ассасины. Вот уж кто бы мог подумать, что подобное может произойти в наше время. Игру делают на технологической базе Вальгалы, это в принципе вполне заметно и по трейлеру. Присутствуют схожие анимации, да и в целом картинка мало чем качественно отличается. Хоть и выглядит симпатично, и тут душой кривить нечего. Будет ли нас ожидать в самом делешное возвращение к корням, не совсем очевидно. Разработчики уже много раз водили фанатов за нос и обманывали ожидания. А потому закрадывается мысль, что и на сей раз нам специально показали то, что нужно было показать, дабы подогреть интерес. А сама игра будет трещать по швам от гринда, наличие магических способностей у героя и радужных скинов за 20 баксов спустя месяц после релиза. Кое-что из вышеперечисленного станет понятно уже 12 октября. Именно тогда Юбики планируют выпустить проект. Если, конечно, удастся обойтись без очередных переносов. В сети появился 12-минутный геймплейный ролик Marvel Spider-Man 2. Его опубликовали Sony в рамках выставки PlayStation Showcase. Видео продемонстрировало главного злодея в лице Сергея Кравиного, он же Крейвон-Охотник. А также были показаны возможности симбиотического костюма Питера Паркера, особенности боевой системы, интерфейс игры, ну и, конечно, графон. Последний, к слову, не претерпел существенных изменений. По крайней мере, мною это замечено не было. Быть может, у меня что-то со зрением? К слову, до релиза время пока еще есть, разработчики обозначили дату выхода. Ею в подтверждение ранним слухам оказалась осень этого года без конкретной даты. Но не исключены переносы в случае крайней необходимости. В игре нас ожидает геймплей за целых двух пауков вселенной Марвел. Вторым является зумерская версия Стенолаза в лице подростка Майлза Морализа. Он уже успел появляться в качестве основного персонажа в одноименном дополнении к оригиналу. Кооперативное прохождение, однако, реализовано не будет. Это ранее подтвердили сами разработчики из Insomniac. Студия Remedy, наконец, представила полноценный трейлер Alan Wake 2. В нем разработчики показали уровень графики, несколько загадочных сцен не без участия жутковатых противников, а также приоткрыла завесу тайны касаемо главных героев. В игре их будет двое. Помимо самого Уэйка, который, судя по всему, находится все там же, где и был в момент финала оригинальной игры, игрокам предстоит взять на себя роль агента ФБР Саги Андерсон. История девушки будет каким-то образом связана с событиями вокруг бедолаги писателя, а роль персонажа исполнила актриса Мелани Либерт. Создатели игры сообщили и точную дату выхода — 17 октября этого года, также добавив, что не планируют выпускать игру на дисковых накопителях. Молото позволит сэкономить как самой студии, так и игрокам. Ценник останется на уровне 60 долларов, вместо нынешнего золотого стандарта в 70. По всей видимости, данный факт раздосадовал немалое количество игроков, что ранее также негодовали от факта эксклюзивности проекта VGS, хоть тот и является временным. Некоторые вовсе тут же бросились натурально гневаться, оставляя в сети сообщение, что не купят игру, либо же исключительно по скидке. Сие негодование объясняется якобы ненадежностью цифровых релизов, а также желанием поддержать любимую игру в руках. На ситуацию стремительно отреагировали представители издательства THQ Nordic, что когда-то занимались выпуском оригинала проекта на ПК. Теперь же они предложили Remedy сделать это снова, в случае, если те, конечно, захотят. Фины инициативу издателя пока не комментировали. Однако, учитывая такой уровень масштаба недовольства, решение не выпускать физические копии вполне еще может быть пересмотрено. Пока одни поклонники жанра хоррор ждут Alan Wake 2, фанаты старой, как мир серии Alone in the Dark, могут сыграть в пролог грядущей части прямо сейчас. Об этом сообщила все та же THQ Nordic в рамках новой презентации игры. Загрузить ее можно в PlayStation Store, Microsoft Store или Steam. А выход игры целиком состоится 25 октября на PS5, Xbox Series X и PS и ПК. Главными героями перезапуска будут Эмили Хартвуд и частный детектив Эдвард Карнби, знакомый по предыдущим играм серии. Они отправляются в некое поместье Дерсета с целью расследовать исчезновение дяди Эмили Джереми. Сообщается, что протагонистов сыграют известные голливудские актеры в лице Джоди Коммер, она сыграет Эмили, и Дэвида Харбора, исполняющего роль Карнби. Эпический экшен Space Marine 2 наконец-то начали продвигать. В сети появились кадры игрового процесса грядущего боевика во вселенной Warhammer 40 000 за авторством Saber Interactive. В ролике, опубликованном в рамках Warhammer Skulls, без труда можно разглядеть невиданный доселе уровень жестокости. Все потрушным каноном оригинальной вахи. И внушительные масштабы игры, по сюжету которой мы, вжившись в роль капитана Титуса, космодесантника из Ордена Ультрамаринов, вынуждены будем истреблять орды кровожадных тиранидов. Обычно, таким образом, вполне достаточно описать типичный сюжет серии Warhammer. Сражаться с врагами мы будем, используя огнестрельное оружие, а также цепной меч. Сами же сражения выглядят по-настоящему мясными и брутальными. Звучит все это, конечно, здорово и круто. Не круто только то, что у игры по-прежнему нет более точной даты выхода. Экшен выходит на консолях и ПК в 2023 году. Предзаказы уже открыты, но традиционно призываем не торопиться. Новый экшен во вселенной Средиземье не то чтобы удался. The Lord of the Rings Gollum был в пух и прах разгромлен журналистами и игроками, столкнув с пьедестала лузеров даже печально известный Redfall. Однако авторы из студии Daydalic, похоже, не собираются отчаиваться. Стал известен факт создания разработчиками еще одной игры по мотивам произведений Толкина. Вот будто бы и этого было мало. Из описания можно понять только то, что игра представит нечто магическое и в контексте вселенной. Так упоминается пышный мир, полный мифических существ и магии. Кроме того, игрокам обещают некую систему влияния его решений на события вокруг. Проект разрабатывается еще с прошлого года, а на его производство были выделены существенные субсидии от Министерства Германии. Сообщается о сумме в 2 миллиона евро. Мы уже поиграли в Gollum, а потому ждем новых подробностей с некоторой опаской. Electronic Arts и студия-разработчик Ascendant представили новую игру Immortals of Avium — шутер от первого лица с возможностью использовать магию. Ее трейлер был показан, как вы уже возможно догадались, на выставке PlayStation Showcase. Главной фишкой проекта вроде как является боевая система, а именно возможность создавать комбинации из различных заклинаний и магических способностей. Это поможет в противостоянии с многочисленными врагами в лице боевых магов, фэнтезийных чудовищ и жестоких боссов. Ожидается, что каждому противнику будет нужен уникальный стратегический подход. Датой выхода же значится 20 июля этого года для платформ ПК, Xbox Series XS и PlayStation 5. Системные требования к игре ранее тоже были оглашены. Они кажутся довольно прожорливыми. Еще одной игрой, выпуск которой состоится в следующем году, станет космическая стратегия в реальном времени — Homeworld 3, что несколько печалит, ибо проект должен был выйти уже в 2023. Разработчики из Blackbird Interactive и Gearbox Publishing сообщили, что хотят довести проект до идеала, дабы тот соответствовал стандартам качества его предшественников. Вероятно, пока же игра таковой не является. К слову, комьюнити игры оказалось более чем адекватным, и решение девелоперов встретило скорее поддержкой, из-за того, что те готовы тратить дополнительное время на полировку. Также авторы разместили более подробное сообщение на сайте Gearbox, в рамках которого признали, что переход студии на четырехдневную рабочую неделю в прошлом году на ход разработки не повлиял, а самое большое обновление о ходе работы над игрой будет опубликовано уже этим летом. А теперь небольшая экспериментальная рубрика Blitz, буквально в пару строк, но тоже о важном. Студия локализации Games Voice объявила о релизе русской озвучки Half-Life Alyx. Она уже доступна для скачивания как в мастерской Steam, так и в виде отдельного установщика. А, и да, там вашим основным врагом... Буду я! На PlayStation Showcase анонсировали ремейк легендарной Metal Gear Solid 3, а также показали сборник Metal Gear Solid Master Collection Wall 1, в который войдут Metal Gear Solid 2 и 3. Таким образом, многочисленные спекуляции и слухи, ходившие последние несколько недель, оказались правдой. Брутальный шутер во вселенной Warhammer 40 000 с подзаголовком Bolt Gun стал мгновенным хитом в сервисе Steam. Игроки с восторгом встретили проект в ретро-стилистике. Пиковый онлайн составил 7000 игроков, а количество положительных отзывов около 98%. Ведущий журналист Джефф Кейли сообщил о том, что Mortal Kombat 1 покажут уже 8 июня, в день, когда создатель серии Ed Boon присоединится к нему в рамках PC Gaming Show. Тогда же будет показана первая демонстрация геймплея игры. Assassin's Creed Mirage получит русскую локализацию, но только в виде перевода сабов и интерфейса. Русскую озвучку не завезут. Как и не завезут игру в сервис Steam. Для ПК игра будет доступна в EGS и собственном магазине Ubisoft. Можно начинать бомбить. Создатели 2D Adventure Journey анонсировали новый проект Sword of the Sea. Захватывающее приключение в песчаном мире с завораживающим художественным стилем. Главный герой игры перемещается с помощью доски, схожей со сноубордом, а его главная цель — вернуть миру прежнюю жизнь. Анонсирован фэнтезийный экшен в феодальной Японии Phantom Blade Zero — своего рода мрачная версия Ghost of Tsushima с влиянием стимпанка. Геймплейный трейлер показала аутентичные локации и боевки в стиле кунг-фу, режиссером которой выступил актер Кензи Танегаки. Релиз футуристичного экшена от первого лица Ghostrunner 2 состоится осенью этого года на ПК, PS5, Xbox Series и XS. Об этом стало известно из дебютного трейлера игры. Был представленный Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Хоррор получил атмосферный трейлер и дату выхода в конце 2023 года. В ролике нам продемонстрировали игровые локации, однако пока без каких-либо еще детальных подробностей. Ну а теперь подошло время и нашей постоянной рубрики «Цирк с конями». И ситуация вокруг отечественного проекта Смута в последнее время вполне стал на этот самый цирк похожим. Недавно мы рассказывали о занятной утечке с ноутбука пользователя DTF, который якобы обнаружил альфа-билд игры на жестком диске. А теперь все тот же юзер под ником Goodwin пошел дальше, слив файлы игры в сеть и объяснив, что на такой поступок его мотивировало. Из сообщения сливщика следует, что он поставил перед собой цель стриггерить разработчиков игры, дабы те уже наконец вышли в свет, прервав надоевшую всем тишину касаемо производства проекта. Немногим позже публикации сообщения на связь вышел некий человек, пытавшийся устроиться в студию Сайберия Нова. Но ни открытых вакансий, ни сколь-либо исчерпывающей информации о компании им обнаружено не было. Тогда Goodwin решил копнуть поглубже и узнал, что на момент мая 2022 года студия совершенно точно существовала. На это четко указывает офисная табличка. Была даже информация о дизайн-документе, а также выделении разработчикам денежного гранта. Однако затем компания словно испарилась. Сайт, ровно как и сообщества в ВК, были подчистую удалены. Сообщество справедливо задалось вопросом, они слиняли, мол, разработчики смуты, прихватив денежки с собой. Разработчики через несколько месяцев все же объявились, отказавшись, тем не менее, от подробных комментариев, просто сообщив, что, мол, делают ребрендинг. Спустя время разработка вроде кое-как начала куда-то двигаться, и были собраны первые материалы для инвесторов. К примеру, упоминается первый билд, в который собрали все, что было сделано. Спойлера сделано было немного. Было все это в конечном итоге инвесторам показано или не было – неизвестно. Но оказалось, что вскоре после этого куда-то пропал офис в Новосибирске. То ли разработчики решили, что с них в общем-то хватит, забрали деньги с гранта и ушли в закат, то ли авторов взяли под крыло в GamesMail.ru под впечатлением от уведенного проекта. В крупной корпорации вполне может действовать подписка о неразглашении и вот эта вот вся секретность. Конечно, пока все находится в плоскости слухов и спекуляций, однако ситуация до боли мутная и выглядит словно какой-то фарс. Разработчики будто кот Шрёдингера, а прототип самой игры оказывается в неожиданных для таких вещей местах. Дескать, так оно и должно быть. Но мы с интересом продолжим следить за развитием событий, а их, этих самых событий, подозреваем будет еще немало. А на этом у нас пока все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте любой из пальцев и жмите, наконец, на колокольчик, дабы не пропустить ни единого видео. Обязательно рассказывайте о нас, друзьям и коллегам, неравнодушным к играм. А также делитесь этим видео в соцсетях. Будем чрезмерно вам благодарны. Очень скоро будет обзор одной нашумевшей игры, а пока отдыхаем. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.